не знаю все равно мигает уж и так и сяк я пытаюсь встать может выключить цвет попробовать я вам хочу страшную историю рассказать про эту милую девочку сейчас выключу свет и вам все расскажу вот она пока тут кривляется вот так вроде не мигает рассказываю да люсенька а ты можешь поправлять меня если я где-то ошибусь где-то месяц назад может быть чуть больше это молодая леди пяти с лишним от роду лет почти шести начала ночами драть мои шторы тюля надрала вот этот занавес она драла она на них виснет и чего-то требует где-то с трех с четырех утра когда как как проснется я попробую повставлять фотографии в общем позавчера начиная с пол пятого утра я делала фото то есть не ленилась рано на спать не дает я все равно вскакиваю я все равно ее дергаю ее шугаю занавески я начинаю дергать туда-сюда двигать у нее была он там в уголку лежаночка но раньше до того как я организовала подоконник у нее он там стоял домик да видите у нее тертом лежаночка и вот в течение с 5 наверное утра до 10 утра на протяжении пяти часов я вам буду вставлять фотографии я фотографировала этот угол она лезла на шторы она на них цеплялась я их отодвигала в разные стороны даже когда они были очень далеко в зоне ее недотягаемости она все равно старалась их дать дать дотягивать и цепать часам к восьми к девяти я уже освободила там полку я освободила вот тут полку люсенька на них лежала но этого было недостаточно она лезла и туда куда-то она пыталась дотянуться до вот этой занавески она все равно вот старалась куда-то как-то каким-то образом дотянуться убрала цветы снизу это уже к десяти утра я сообразила что она все-таки наверное хочет домик и она пытается у меня вытребовать свой домик на место 8 вот здесь тоже все цветы убрала орхидея вам куда-то туда закинула освободила лейки сдвинула а так как здесь вот эти деревяшки лежать на них неудобно видите здесь деревяшка и тут деревянная панель в общем положила их одну подстилку вторую нужно сюда какую-то лежанку получается теперь приобрести и люсенька угомонилась люся так угомонилась на смертном сном уснула у меня в районе 10 утра наконец-то мама сообразила но каждую ночь она требует чтобы вот это увесело так она на них все равно цепает цепляет виснет вот нам показывает вот она в окошечко смотрит там капельта птички ей все нравится дали все но занавесок здесь быть не должно вообще фотку вставлю где она там тапочкой прижгла ей по заднему месту он не знаю но в общем вот счастливая девочка такая упертая такой характеру просто вот жесткий так но теперь о хорошем девочки мальчики кто смотрит блогеров если вам нравятся блогеры пишите вы им добрые комментарии хвалите их за то что они делают для вас за то что они еще остаются на youtube потому что блогеры сейчас уходят и уходят не хотят снимать потому что нет обратной связи нет оплаты и вот сейчас сижу новеньких ищу потому что я ж не только блогер я еще и подписчик зритель и когда хочется что-то посмотреть обновляешь ленту а там нет ничего ноль поэтому еще новеньких сейчас но это так отступление рекламная пауза хотите я раньше времени вам похвасталась во первых нет он не кончился тут еще есть не закончилась но здесь осталось смотрите как было я думаю в конце марта в пустые баночки эти губки уже уйдут и это будет здорово потому что два года но сто процентов они у меня были в использовании понятно не единственные но тем не менее нервничать мама разболтала мама но все рассказала про люсеньку все даже как прижгла тапочкой все рассказал месяц но вообще терпение испытывается конкретно потому что когда хочешь спать и только засыпаешь и опять слышишь вот это вот цапанье некоторые наверное думают я бы ее в окно выкинула у меня тоже было же отправить ее в свободный полет крема для рук у меня осталось здесь вот так и еще не полный тюбик поэтому конечно это трудно назвать выбирашками потому что мне нужно доиспользовать крема вот из этого органайзера это все что осталось вот в срочном использовании вот этот вот оранжевый прям солнечный как раз сейчас солнце такое яркое правда окна еще не мыло еще рано ночами минус пять вот этот достанем хочу здесь тоже переорганизовать уже даже придумала как хочу косметички чтобы вот здесь стояла красивая косметичка то я говорила что вот этот органайзер я заменю и хочу заменить на красивую закрытую косметичку и здесь у меня есть мыслишка не органайзеры а косметичку сделать но пока не знаю как а так тут видите свалка получается и люскину травка здесь или жидкости вот остались у нас эти лайки для проводов а еще вспомнила пока вспомнила в общем вот этот аромат сейчас подождите давайте это закрою вот здесь покажу в общем вот этот аромат и в лоран опиум я его когда начала тестировать нанесла на себе у меня было такое дежавю как бы вот этот аромат именно этот я никогда не носила раньше то есть ощущение что я его хорошо знаю но тем не менее его держу ну как бы нашу впервые я настолько измучилась но настолько вот что-то близкое как бы с одной стороны аромат не мой с другой стороны аромат меня притягивает у меня куда-то в прошлое выносит и я прямо не могла придумать уже что же это такое а потом поняла даже достала они очень похожи это кузнецкий мост кузнецкий мост тоже не мой аромат но был момент когда мне его подарили и сказали света вот прямо ты ассоциируешься вот с этим ароматом хотя ну он такой прямо солидный серьезный аромат мне было тогда лет двадцать пять может быть чуть постарше я была но в любом случае достаточно еще молоденькая и мне казалось что для такой молоденькой девочки такой аромат ну просто это прямо взрослая тетенька из офиса ну такая прямо найти со стажем офисного работника директорской такой официальный серьезный но не забалуешь с этим ароматом вот у меня такое было ощущение но тем не менее вот этот аромат у меня должен быть как память о том прошлом вот я его наносила не так на себя как вот вокруг себя или дождиком кверху брызну и он мне на волосы оседает и мне нравилось послевкусие кто-то сейчас если кто-то знает оба эти ароматы может скажет света ни разу не похоже муж тоже мне сказал не похоже сын сказал похоже для меня они очень идентичны может быть своей перчинкой может быть какой-то остринкой так и я пошла дальше я даже записала и в сен-лорант но но ты мандарин жасмин вот вы видите да лавр слива бергамот цитрусы перец кориандр так персиковый цвет ландыш роза пачули кто понимает почерк сандал гвоздика корень фиалки корица чего какой-то бальзам как не помню талинский нужен какой-то бальзам мускус ветивер ладан и кокос и вот то что я подчеркнула бергамот кориандр ландыш ладан эти ароматы эти нотки у них пересекаются единственное что вы в сен-лоране например ладан в кузнецком мосту табак и здесь цитрусы и бергамот а там апельсин но ландыш корица по моему кориандр это все присутствует для меня они оказались вот похоже так интересно поэтому один закончился сна и в пустышках еще покажу когда буду ароматный блок снимать вот прямо не терпелось вам рассказать об этом чуть-чуть пораньше на этом сзади батарея внизу поэтому об трубу шарахнулся но устоит но выжил так ладно это убираем у меня сегодня на ногтях так вчера решила это catrice gold оттенок наверху 04 и сейчас я вам покажу еще одну покупочку интересную сейчас строят denis мебель и думаем как лучше использовать пространство на полках которые будут ящиках и решили что около мусорного ведра должен быть какой-то двухуровневый органайзер долго выбирали было желание чтобы он был устойчивый не болтался и чтобы дно было у полочек не сеточкой потому что большие например бутылки они будут прогибаться качаться ну вы уже поняли выбор мы остановили вот на таком органайзере ящик нижний выдвигается есть стаканчики крючочки можно выдвижной сделать верхней местами поменять то есть это уже по вашему желанию давайте доставать мне дениска поможет как он выглядит покажем так же ибо пока дениска шуршит давайте вам покажу коробку размеры потому что все равно будете спрашивать вот так и мусор и все на своих местах быстрая сборка информация два стаканчика и стойки маленький все как нам хотелось сюда есть вот такие заглушки перегородки фиксировать если есть необходимость можно их не вставлять чуть больше тысячи или около тысяч ровно одна тысяч там были по две тысячи ну прямо загибали причем за это было сплошное дно цельное закрытое а пришло нота на приходят людям там на фотографиях видно что в сеточку в дырочку все вот а мы брали пластик поэтому то что у нас тут вот отверстие есть они все равно остаются прочные не будет прогибаться это сверху не поставить не поставить только снизу давай снизу хотели попробовать наверх выдвижной нет он только вниз идет хорошо достаточно высокий у нас с одной стороны будет под раковину ведро для мусора со второй когда думали как организовать пространство там я груди несу ты сколоти говорю типа табуретки полку он взял заказал готов сколотил да не ищет легких путей ищет совсем легкие пути мега упрощих сколотил вот он видит табуретки он как не нужно такой ящик чтобы доступ в трубам был свободный значит что-то должно доставаться оттуда ну в общем сколотил и сделать табуретку там мне под бутылки под высокие для хранения какой хороший прям немаленький такой хорошенький повесь стаканчики то с бачку ну конечно нужно в них губочки а это что без понятия ваша рюмочка отпраздновать тесты они тебя показывают папа наивные думать что я его показываю там гребет поможет нет она части расскажет куда эту оранжевую штуку воткнуть эту пробочку это люсе для игр ну и что ты мне тут поворачиваешь да куда ты давай убирай все равно здравый хвост вот тебе пробочки сюда видишь хорошая полочка так и по размеру давайте это не влезет влезет нет не влезет люсь куда вот эту оранжевую это расскажи вот эту куда мы что-то растерялись наверняка есть наверно используйте колпачок чтобы острая кромка трубки не же из нержавеющей стали не повредила вам руки это втыкать вот чтобы ты не повредил вообще я уже все не повредил вот это чего колпачок сборку рекомендуется проводить перчатках для защиты пальцев при нажатии на трубке мы уже справились без колпачка ну как всегда сначала собираем потом читаем инструкцию потом выкидываем потому что все сделали неправильно да люсенька душу что мне в кадр то все я про нее просто сильно рассказала все или ночные деяния она меня пока в немилости я у них она мне все показывает свое отношение ко мне сегодня когда я не буду милости мы ей тут выращиваем но еще не взошло день поливаем завтра уже третий день все здесь все кружит это резиновые ножки скользящие вот колпачок люсе нужен она с ним разберется не скользит никуда отлично я уже забыла что я снимаю я уже фотографирую тут вообще чучки ну чё люси катается люсе отдаю вот а вот это тела блокер это видать какой-то ограничитель стоит а чтобы полностью не выдвигался вот скорее всего вот сюда вот сюда видишь да чтобы дальше не выкатывался вот все отлично и с другой стороны 2 тоже отлично классно смотрите какая она больше реально большая я рада за одну тысячу как ты быстро сколотила как ладненько то все получилось обращаюсь так что если кому нужна полочка вот где низкий владимирович все равно колотит царе как хорошо получилось недорого берет до из покупок для люсеньки взяли первый корм 2 килограмма и второй корм еще три килограмма наши люсеньки 5 килограмм целый таз корма вот этот запас не у кого два три четыре код кошки катают то я понимаю это я вчера денисского купили оси это корм закончился вот он купил теперь битлюса долго будет цветы вот так верлюсь спокойно давайте вам покажу люськины покупки купили грунт для рассады зашла специально купила только кошачью травку три вида ячмень это скакун на вид ну как будто одинаковые и с пшеницей вот такие три травки я буду перемешивать между собой она конкретно для кошечек пускай ест звезда моя сейчас мы с ней посадим я через два-три взойдет все посадил на это эти как сделала здесь ячмень весь скакун и остатки пшеницы нет нам центрам пшеницы ну потом я все равно перепутаю остатки из трех пачек все в одну сыпала еще на один разик хватит единственное что ячменя было много скакуна много а вот пшеницы прям капелька совсем так вот куда бы поставить наверное сейчас ладно сейчас на подоконник давайте пока на кухне оставим влезет сюда да пускай тут пока стоит на кухонном подоконнике на рабочем гуляем сейчас капель сильная и ходим очень осторожно потому что вот такие проблемы по городу везде прямо съезжают огромные-огромные пласты снега с крыш это выглядит очень жутковато все крыши у нас такие покатые и отовсюду все съезжает хочу с вами поделиться в этом кусочке видео своими пудрами которые находятся в палетках вот эта палетка от его мозаик так она выглядит она у меня в project пенни и здесь два продукта это пудра и скульптор пудры я пользуюсь уже третий месяц но не на постоянной понятно основе но все-таки видно что я ее даже тут немножко брала смешивала с другими продолжаю пользоваться скульптором пользуюсь тоже достаточно активно но не на постоянной основе и вот она пудра вроде бы как бы рыхленькая но только в марте ближайшие сколько тут нет прошло 7 я пользуюсь вот этой пудрой это у нас физишн формула симпатичная такая палеточка и у меня это пудра вот просто на глазах заканчивается она вот прямо мгновенно заканчивается она такая какая-то вроде рыхлая скульптором редко пользуюсь то есть он скорее всего тоже будет очень быстро убывать 2 так сейчас я их рядышком давайте скульптор вот сюда есть схожесть может быть его мозаик ну чуть-чуть по теплее да это чуть-чуть похолоднее но как уходит вот этот быстро оттенок он у меня не в project pen вот этот project но сейчас прям такое удовольствие использовать вот эту пудру ну потому что судя по всему она может закончиться вот хотелось поделиться хотелось это рассказать и даже для себя для памяти сделать сводчи и сравнить эти продукты потому что ну как бы интересно интересно очень экономичная вот это и прямо в лед пошла вот это только посмотрите на это чудо дорогая ты так устала то ты сегодня так утомилась и решила лечь спать здесь а максиму где лечь кстати с кухни пока там ремонт перенесла сюда горшок с цветком и хочу сказать что он и везде смотрится потрясающе на вал берез который я брала травку на тумбочке в маленькой комнате у макса классно мне кажется классно кровать разобрана когда там так как-то сильнее посмотрится ты хочешь чтоб он здесь остался понравилось макс говорит как-то не останется мне понравилось как-то потом быть но реально красиво подруга пошли к маме девочка будет спать с мамой с мамой здесь спит максим давай пошли 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 мама тебе в лапы ляжет пойдем с папой с мамой с кем ты хочешь спать пошли красотка пусть макс ложится я тебя уложу нет макс тебе придется на полу на коврике люся уже все легла